Сегодня я хочу продолжить вам рассказывать про законы цдоки. Про законы цдоки мы начали с вами в прошлый раз говорить. Мы с вами говорили о том, что цдоку должен давать каждый еврей. Даже если он совсем бедный, даже если он сам получает цдоку, он от нее должен что-то хотя бы немножко отделять и давать другим нуждающимся. Только если ему совсем-совсем-совсем-совсем мало у него денег, что ему только-только хватает для того, чтобы покушать самому и его детям и семье, такой человек не обязан давать цдоку. А все остальные обязательно хотя бы немножко дают цдоку. Это очень-очень большая и важная митспа. Сегодня я хочу сказать, как дают цдоку. Если пришел бедный человек, и он просит цдоку, ему дают целый кошелек денег вот с таким вот кислым лицом, скажите, пожалуйста, так можно давать цдоку? А, нет, так цдоку не сдают. А как нужно давать цдоку? Цдоку нужно давать всегда с радостью. И чтобы человек, который получает цдоку, чтобы он не чувствовал себя неудобно. Он должен видеть, что ему рады, что... А, нет, опять пришли за цдокой, ладно, на. Нет, не так. Он должен видеть, что ему рады. О, добро пожаловать, добро пожаловать. Я так рад, я так рад дать тебе цдоку. А, ты мне помог сделать большую митсву. Большое тебе спасибо. Кто кому говорит спасибо? Тот, кому дали цдоку, или тот, кто дает цдоку? О, тот, кто дает цдоку, говорит спасибо тому, кто дали. А тот, кому дали, говорит спасибо тому, кто ему дает. Вот. Мы с вами говорили про спасибо, тоже про благодарность. Какая-то важная-важная-важная вещь в нашей жизни. Цдока. Цдоку дают одну десятую часть от наших доходов. Ну, кто хочет, может дать больше, но не больше, чем одну пятую часть. Почему нельзя давать слишком много цдоки? Кто мне напомнит, кто мне скажет, почему нельзя все свои деньги отдать на цдоку? Потому что осталось бы есть для семейки, чтобы осталось для еды, чтобы осталось для еды. Только для еды, чтобы осталось, больше не для чего? Чтобы накормить семью. Конечно же, обязательно нужно оставить деньги, чтобы кушать самому и накормить свою семью. Но кроме того, нужно оставить деньги, чтобы можно было дальше их зарабатывать. Если отдать все деньги и все-все-все, что у человека есть, он потом не сможет ничего дальше зарабатывать? А, он не сможет никакой бизнес делать? И он сам потом пойдет просить цдоку? О, это неправильно. Скажите, пожалуйста, человек, который просит цдоку... Мы пока что говорили все время про того, кто дает цдоку. Человек, который просит цдоку, это стыдно или почетно? Почетно. Почетно. А что в этом такого почетного? Что в этом хорошего? Что в этом хорошего? Что он ходит и просит цдоку. Что можно исполнить митцву? Но это же не он выполняет митцву. Это те, кто ему дают... Мудрецы наши говорят, что нужно стараться, нужно очень стараться жить так, чтобы не пришлось просить цдоку. Потому что на самом деле, на самом деле просить цдоку, это совсем неприятно. Есть хорошие люди, хорошие евреи, которые всегда с радостью помогут. А есть такие, которые не хотят помогать, которые делают кислое лицо или вообще не дают и прогоняют. Есть всякие разные люди, есть которые обижают. И собирать цдоку это совсем-совсем не такое приятное занятие. Мудрецы говорят, что лучше делать любую тяжелую работу. Любую тяжелую работу делать, но только чтобы не пришлось просить цдоку. Я хочу что-то... Да, я слушаю. Сейчас я вспомню. Мне купили вчера, мне купили перед шаббатом новые ботинки. Новые ботинки? Поздравляю! Замечательно! Мы все очень рады, что у тебя есть теперь новые ботинки. Но если можно, вот рассказ про ботинки, мы отдельно. Сначала у нас будет рассказ про цдоку, а потом отдельно рассказ про ботинки. Хорошо? Мы все очень рады, что у тебя есть новые ботинки. Так вот, мудрецы сказали, что нужно стараться, стараться обязательно, обязательно зарабатывать себе на жизнь. Не бояться никакой работы. Главное, чтобы не пришлось просить цдоку. Но если кто-то все-таки не смог, не смог заработать себе на жизнь, и он говорит, нет, я цдоку не пойду просить. Это стыдно, говорит он. Я лучше умру от голода. Ой, 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 это неправильно, ни в коем случае так говорить нельзя. Нет. Тот, кто такой гордый, он не хочет просить цдоку, даже когда ему это необходимо, и он, не дай бог, может действительно умереть от голода. Ой, это грех. Это грех. Он должен пойти просить. Все, что он старался, все, что он сделал, чтобы не просить цдоку, все, что он работал, работа тяжелая, работа грязная. Некоторые не любят мыть лестницы или чистить кастрюли. Если можно найти такую работу, чтобы не просить цдоку, да, нужно любую работу браться, только чтобы не просить цдоку. Но если ничего не нашлось, обязательно нужно попросить помощи у других евреев, чтобы, не дай бог, чтобы не умереть от голода, не умереть от холода, чтобы не быть несчастным. Потому что, если есть такой несчастный еврей, и никто ему не помог, ой, для всех это получается грех, что ему не помогли. А как ему могли помочь, если он не просил? Поэтому, хотя нужно стараться, чтобы цдоку не просить, но если нет другого выхода, нельзя, нельзя быть гордецом, который, нет, я просить не буду. Это тоже неправильно. Мы возвращаемся снова к тому, кто дает, дает цдоку. Лучше всего давать цдоку тайно, так, чтобы тот, кто ее дает, не знал, кому он ее дает, а тот, кто ее получает, чтобы он не знал, кто ему эту цдоку дал. Как это может быть такое, что тот, кто дает, не знает, кто этот бедняк, которому он дает цдоку, а тот, кто ее получает, бедняк, он не знает, кто ему дал. Как это так может получиться? Как вы думаете? Как они могут не знать друг друга, тот, кто дает цдоку и тот, кто получает? Я не помню. Потому что, потому что, там, кто дает цдоку, ему все равно. Ну, ему все равно, но как он сделает так, чтобы он не знал, кому он дал? Не знал, кому он дал. Никто? Никто не может мне подсказать? Никто не может мне подсказать? Я вам, я, я вам подсказал. Равин у нас, равин у нас, когда дать и потом в другом. О, молодец, Яша. Молодец, догадался. Или кто-то тебе подсказал, или ты сам догадался? Есть равин. Есть равин, или есть... О, замечательно, замечательно. Есть равин, или есть сборщик цдоки, габай. Он сам, ему не нужна цдока. Он собирает цдоку для бедняков. Он знает, в каком доме, в какой квартире, где живут бедняки, которым нужна цдока. Он знает, сколько каждому из них нужно. Он ходит и собирает по квартирам. Или он знает каких-то богатых людей, которые всегда могут помочь. Он ходит и собирает. Они ему дают, этому габаю или травину, цдоку. И они не знают, кому этот цдоку он должен раздать. Не знают, кому он пойдет потом эту цдоку давать. А те бедняки, которые получают цдоку, они получают от габая. От габая цдоки. Они не знают, кто эту цдоку пожертвовал, кто ее дал. И когда они встречаются на улице, тот, кто получил цдоку, и тот, кто дал цдоку, они не знают друг друга, не знают, что он дал ему. И бедный человек в этом случае, он не стесняется. Так, если он получил, если Мойша получил от Шимона цдоку, он потом каждый раз, когда встречает Шимона, ему неудобно. Ой, Шимон, я тебе так благодарен. Ой, Шимон, мне так неудобно, что... Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, я всегда рад. Шимон всегда рад. А Мойша неудобно, неудобно, что он получает цдоку, он стесняется. А когда он получает цдоку через габая или через равина, они друг друга не знают. И они не стесняются друг друга. И они продолжают оставаться друзьями, как будто бы они равные, богатые и бедные. Они совершенно два равных еврея. И это как раз и есть смысл справедливости. Справедливость разделения денег в этом мире, когда богатый и бедный, они все равны перед Ашемом и друг перед другом. Они все, все евреи друг другу помогают. И получается, что среди евреев вообще нет бедняков, потому что все друг другу помогают. Рассказывают мудрецы, что праведники, праведники прошлого, деяния которых описаны в Гоморее, они очень-очень старались дать цдоку так, чтобы никого не обидеть и никого не поставить в стеснительное положение. Один очень-очень большой мудрец, он вместе со своей женой, они вдвоем выяснили, кто в их городе бедняки, которые нуждаются в цдоке. И они по ночам тайно-тайно, тихо-тихо подходили к дому каждого бедняка и засовывали ему под дверь, засовывали ему конверт с чем? С деньгами! С деньгами! Каждому столько, сколько ему было нужно. Каждому ровно столько, сколько ему было нужно. Утром просыпаются бедняки, ой, из-под двери у них торчит конверт, раскрывают, ой, теперь я смогу купить еду, ой, и новые ботиночки своему сыну, ой, и новая платьица моей дочке, ой, кто же мне дал, кто же мне дал эти деньги, кто же дал эту цдоку? Кто они не знают? Они не знают. Никто из них не знает. Один, один такой бедняк, он так обрадовался, он так обрадовался. Каждый месяц он получал от кого-то, он не знает от кого, от кого он получает с доку. Ему так хотелось поблагодарить этого доброго человека, он решил подкараулить, подкараулить у двери. И когда он увидит, что ему под дверь засовывают конверт, он сразу откроет дверь, и он увидит этого замечательного еврея, и он, спасибо, поблагодарит его. Ага. Вот он сидит, караулит у двери, и он видит, как под дверь завязает конверт. Он скорее-скорее открывает дверь, он видит, что два человека, мужчина и женщина, убегают, убегают, убегают скорее, 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 они убегают. Почему они убегали? Потому что не хотелось им, чтобы... Что этим беднякам было стыдно. Потому что не слышно, как это вы как делаете, что вы так закрываете, и я не слышно. Совершенно верно. Они не хотели, чтобы беднякам было стыдно. И еще они не хотели, чтобы все вокруг говорили. Ах, какие они праведники! Ах, они всем беднякам! Чтобы их хвалили, они тоже не хотели. Они были очень-очень скромные. И они не хотели, чтобы все про них знали, что они такие добрые, всем дают сдаку. Они были очень-очень скромные. Когда они увидели, что этот бедняк открывает дверь, они скорее-скорее бросились от него убегать. А он побежал за ними, чтобы сказать им спасибо. Они убегают, а он за ними гонится. Эй, подождите, подождите! Я хочу вас поблагодарить! Стойте, подождите! Они убегают, убегают. Куда же им спрятаться? Куда же им спрятаться? Сейчас все узнают, что это они, те самые праведники, которые всем кладут деньги под дверь. О! Они увидели, что приоткрыта дверь в пекарню, в пекарню, где весь день пекли хлеб. О! А сейчас день закончился, все пекари ушли по домам. Пекарня осталась открытая, там никто ничего из нее не ворует, там нечего брать. Там стоит только большая, огромная печка, которая еще горячая после целого дня работы. Они вбежали в пекарню. Куда, куда, куда спрятаться? В печку! Вы знаете, куда они спрятались? Прямо в печку. О! Ай, в печке горячо! Она еще не успела остыть. Фу! 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 Ой, они спрятались. Этот, этот бедный человек, который бежал за ними, чтобы их поблагодарить, он посмотрел направо, налево, нигде никого нет. Ой! Ну, он не видел, кто ему дал сдох, он вернулся домой. Они вылезли из печки, этот праведник и его жена. Ай! И он говорит, ой, ой-ой-ой, ноги мои, ноги мои, им очень-очень было горячо. Очень-очень, я получил ожог от печки, от этой горячей. А ты как себя чувствуешь, спросил он у своей жены. И она говорит, а мне совсем не было горячо, и мне не было даже жарко. О! Как же так может быть? Они вдвоем вместе сидели в одной печке, ему было горячо, он обжег ноги, а ей даже не было жарко. О! Наверное, ты праведница гораздо больше, чем я, сказал этот человек, сказал этот мудрец. Что же такое особенное ты делаешь? Что же особенное такое ты делаешь, что твоя праведность больше моей? Что-то такое связанное с такой особенное. Чем отличается то, что даю я, от того, что даешь ты? А-а-а-а! Когда я зарабатываю деньги, я из них даю вздоку деньгами. А когда ты готовишь еду, и кто-то стучится к нам в дверь и просит вздоку, ты ему даешь сразу готовую. Что? пищу, еду, совершенно верно, и ему не приходится идти за едой, не приходится ему идти отдельно, специально на рынок за едой, не приходится ее готовить, сразу он получает от тебя готовую еду, от меня он получает только деньги, на которые он может купить, ему приходится ходить, от тебя он сразу получает готовую еду, и ему не приходится ходить, поэтому у тебя даже в горячей печке ноги не сгорели, не обожглись, потому что ты спасаешь бедняков не только от голода, но еще и от долгой ходьбы. Посмотрите, как это важно, посмотрите, как это важно, чтобы бедняку как можно меньше было тягот, как можно меньше было беспокойства, чтобы он сразу-сразу мог получить то, что ему необходимо. Еще в законах от цдакия сказано, что самое лучшее, что можно сделать для цдакии, это чтобы человеку не пришлось ее просить. Как это можно сделать? Если мы видим, что один человек, он беднеет и беднеет и беднеет и никак не может выбраться из бедности, можно ему найти какую-то работу, на которую он сможет заработать достаточно денег. Можно ему дать денег взаймы, чтобы он с этими деньгами мог открыть какой-то бизнес и сам зарабатывать себе на жизнь, а потом он вернет, потихоньку он вернет этот долг. Этот долг дают не для того, чтобы самим что-то получить, нет, для того, чтобы помочь ему, чтобы он смог сам заработать для себя и чтобы ему не пришлось унижаться и просить цдоку. Еще говорят наши мудрецы, есть, вы знаете, я вам уже рассказывал, что есть такие люди, которые им совсем не нужна цдока, им не положен цдока. У них есть много денег, они на самом деле богатые, но они просят все равно цдоку, им тоже дают, да? Я вам рассказывал про тех мудрецов, которые торопились и не могли дать при входе в город этому нищему, который в конце концов оказался совсем не нищий, а он был очень богатый. И они сначала очень испугались, что это из-за них он умер, из-за того, что они не смогли его сразу накормить, а оказалось, что нет, у него было много денег, у него все было. Сказали наши мудрецы, что тот, кто не нуждается в цдоке и все равно ее просит, ой, в конце концов он обеднеет и действительно будет нуждаться в цдоке. Тот, кто просит зря, он сам к себе призывает бедность, нищету. А тот, кто нуждается в цдоке, но сам старается, старается изо всех сил, он старается заработать себе на жизнь, он старается, чтобы не быть обузой, тяготой для всех остальных евреев, чтобы не просить, он старается, он работает, то ему Ашем поможет, чтобы он действительно разбогател и перестал нуждаться в цдоке. Это те законы, которые, законы о цдоке, которые я начал вам рассказывать в прошлый урок и которые я завершаю в этот раз. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...